В столице 16 часов с новостями к этому часу Динара Саду. Добрый день. На полях Всемирного климатического саммита КОП-29 президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии. Документ открывает новые возможности для интеграции энергосистем трех государств, а также создания надежных коридоров поставок экологически чистой энергии на европейские и другие рынки. По словам Касымжумарта Токаева, наша страна здесь играет важную роль как крупная транзитная территория. Практические результаты соглашения будут способствовать развитию среднего коридора в качестве зеленого моста. Тесное сотрудничество в этой сфере активизирует обмен опытом и передовыми технологиями. В свою очередь Ильхам Алиев и Шавкат Мерзиёев отметили, что подписанный документ выводит братские отношения и стратегическое партнерство между тремя странами на новый уровень и олицетворяет вклад в общее будущее. Сегодня мы открываем новую страницу истории нашего общего стремления к устойчивому развитию. Подписание соглашения о стратегическом партнерстве – это важный этап трехстороннего сотрудничества в развитии регионов Центральной Азии и Южного Кавказа. Для Казахстана, который движется к углеродной нейтральности, зеленая энергетика является приоритетным направлением. Мы активно работаем над снижением зависимости от ископаемых ресурсов, развиваем технологические инновации, создаем инфраструктуру, способную поддерживать нашу экологическую устойчивость. Достигнуты договоренности Казахстана с иностранными партнерами по реализации зеленых проектов общей мощностью 43 гигаватт. Глава государства встретился с премьером-министром Греции. На полях конференции ООН по климату Касымжумар Токаев отметил, что Афины входят в пятерку крупнейших торговых партнеров Астаны среди стран Европейского Союза. Глава правительства Греции отметил, что у государств есть большой потенциал для сотрудничества. Стороны подтвердили приверженность укреплению торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. И обменялись мнениями по вопросам развития энергетики и декарбонизации экономики. Касымжумар Токаев встретился с президентом Северной Македонии Гордона Селеновская-Давковой. Глава государства отметил значимость страны как важного партнера Казахстана в Европе и выразил стремление укреплять сотрудничество в приоритетных направлениях. В свою очередь Гордона Селеновская-Давкова подчеркнула потенциал для дальнейшего укрепления взаимодействия и высоко оценила роль Казахстана на международной арене. Собеседники также уделили особое внимание перспективам углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также упрощению визового режима. В завершении встречи Касымжумар Токаев пригласил президента Северной Македонии посетить с визитом Казахстан. Продолжаем выпуск. 15,5 тысяч новых рабочих мест создано с начала года в рамках государственной программы «Аул Аманата». Ее ключевая задача – повысить доходы сельчан. Для многих из них эта программа стала историей успеха. Благодаря льготным займам под низкий процент они смогли реализовать свои мечты. Раун Колыбаев продолжит. Айташ Мутали-Пулы из села Жайсан Алматинской области по программе «Аул Аманата» получил льготный кредит в размере 6,5 миллионов тенге. На эти средства он приобрел 8 верблюдов и приступил к производству традиционного напитка – шубата. Сегодня предприниматель производит около полутонны шубата в месяц. Когда шубат впервые привезли в село, местные были в восторге. Некоторые никогда и не видели верблюдов. Старики, вспомнив вкус детства, особенно обрадовались, говоря, «О, наконец-то в наше село пришли верблюды. Теперь и шубат будет. Мы чувствуем поддержку односельчан, потому как раскупают наш товар. Родители часто берут для детей». Программа «Аул Аманата» стала историей успеха для тысяч шельчан, начавших свой бизнес практически с нуля. Благодаря льготным займам под низкие проценты они смогли реализовать свои мечты. «В прошлом году я взял кредит на 5 миллионов тенге. Привезли 65 овец из Западно-Казахстанской области и открыли откормочную площадку. Программа «Аул Аманата» очень удобная и выгодная, призывая всех не бояться принимать в ней участие». Благодаря «Аул Аманата» в Жамбылской области свыше 8 тысяч жителей смогли открыть свое дело. Их бизнес-идеи получили финансовую поддержку в размере 42 миллиардов 200 миллионов тенге. В Актюбинской области профинансировали 2700 проектов на 15 миллиардов тенге. Из них чуть более 6 миллиардов выделили на развитие малого и среднего бизнеса в районах. «Туда относятся открытие салонов красоты, пошив ковров, переработка молока, изготовление кованых изделий, открытие студии записи, также бани, СТО, шиномонтажки». Всего в текущем году по программе «Аул Аманата» выдали 14,5 тысяч кредитов. Из них почти 12 тысяч на развитие животноводства, больше 500 на растениеводство. Свыше 400 займов было использовано на приобретение техники и оборудования, более полутора тысяч на другие сферы деятельности. «Приобрели оборудование, итальянское оборудование для открытия автомойки, самообслуживания. Очень довольны в данное время, работает, окупается. И проценты по 2,5 – это очень выгодный. И рабочие места, и жители довольны». Основная цель «Аула Аманата» – всесторонняя поддержка сельхозтоваропроизводителей, привлечение жителей сел к бизнесу и повышение их доходов за счет развития личных подсобных хозяйств. «Выданные средства нужно вкладывать не только в животноводство, но и в производство другой сельскохозяйственной продукции, необходимой стране. В частности, необходимо строить теплицы, выращивать овощи и развивать птицеводство. Главная цель проекта – повышение доходов сельского населения». Программа «Аула Аманата» – это новый драйвер развития села. К 2029 году ею планируют охватить около 1 миллиона сельчан. Будет создано 350 тысяч новых рабочих мест. Впервые в истории страны на эти цели выделена колоссальная сумма – триллион тенге. Раван Колыбаев, Саламат Бигбаев, 24КЗ. Казахстанским детям будут начислять единовременный стартовый образовательный капитал, начиная с пяти лет. Его размер – 60 МРП. Для детей-сирот сумма в два раза выше. Об этом заявил вице-министр науки и высшего образования Талгат Ишинкулов на заседании в Мужелисе, представляя единую добровольную накопительную систему «Келещек». В ней также планируют задействовать родители и в банке второго уровня. Для первых установлены требования о минимальном ежегодном взносе. Его размер определен в 24 МРП. Это порядка 88 тысяч тенге. Банки будут обеспечивать начисление процентов на сумму депозита. Для защиты счетов от непредвиденных ситуаций в системе будут участвовать и страховые компании. В случае потери трудоспособности родителей или кормильца, страховщики продолжат начислять средства детям до совершеннолетия. По расчетам, при стабильных отчислениях к 18 годам на обучение можно накопить от 5 до 11 миллионов тенге. Для детей, которым исполнилось на момент принятия закона 6-7 и более лет, на них стартовый капитал не предусмотрен. Первая причина того, что мы промоделировали данную систему и для накопления необходимой суммы для получения высшего образования необходимо в среднем 13 лет. То есть менее это уже не будут достигаться те индикаторы, которые мы поставили. Больше 100 видов спорта больше не будут финансировать из госбюджета. Об этом сегодня на пленарном заседании Мажелиса заявил министр туризма и спорта. По словам Ирбола и Морзабосынова, новые поправки предполагают поддержку спортсменов с учетом их достижений на официальных международных соревнованиях в составе национальных сборных. Результаты атлетов на рейтинговых соревнованиях учитываться не будут. Также намерены запретить выплачивать зарплаты легионерам из фонда «Самрукозна» и госбюджетам. Более того, в законопроекте прописали норму, по которой местные федерации войдут в состав республиканских. Из 180 видов спорта мы выделяем приоритетные в рамках этого законопроекта. Это 60 видов спорта и национальные виды. И 45 видов спорта, которые входят в перечень олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских, азиатских и пароазиатских игр. Мы будем утверждать их как приоритетные, сэкономленные средства будут направлены на развитие детско-юношеского спорта, на интернаты, на спортивный резерв, на реконструкцию спортивным оснащением, также инвентарем на разные виды спорта.